Почему мужчины в России это расходный материал? Удивлены? Напрасно, господа. Дело в том, что 75% моих зрителей это мужчины, а стало быть это видео о нас с вами. Почему? Почему мы позволяем ставить каблук нам на яйца? Почему мы позволяем душить нас домашним мохнатым тапочкам? Почему мы позволяем женщинам залезать вот сюда и определять то, как мы должны жить? Для начала наглядная история. Я знавал человека, которому сейчас уже вероятнее всего лет 70. Так вот, у него было две семейные истории и два успешных бизнеса. Знаете, чем обе эти истории закончились? Что он оба бизнеса продал и отдал своим, теперь уже бывшим, женам. И остался ни с чем. Живет сейчас как босяк у родственников. А его дети в этих семьях папу презирают. Говорит, каким же надо было быть дураком, чтобы так ошибаться с женщинами? Если вы думаете, что ваш любимый блогер другой, не обольщайтесь. Я такой же. Я наступал на все эти грабли в полном объеме. И если перевести в эквивалент количество крови, которую я потерял, то из пяти литров крови в организме я потерял все три с половиной, пока до меня стало что-то доходить. Теперь ответы на вопросы. Почему же так происходит? Дело в том, что в детстве нас учат быть удобными. Нас учат быть послушными, правильными, хорошо себя вести, не обижать мамочку, не обижать коллективную мамочку. Все для нее, все отдавать, надо быть паинькой, надо отказаться от себя, ни в коем случае не отстаивать себя. Вас нет, вы и я тоже еда. А что делают с едой? Ее едят. Какой может быть вывод из всей этой печальной истории? Мы можем поступить как тот самый несчастный персонаж из моей истории, а можем пока не поздно взять себя за руки и выбрать себя, встать в активную позицию, взять ответственность за свою жизнь и быть, блядь, настоящим мужчиной, который сам решает, как ему жить. Спасибо.